Безжалостно и беспощадно огромные рекламные щиты превращаются в бесполезные щепки. Все незаконные конструкции, которые демонтировали с улиц города, месяц хранились на базе. Теперь их пилят на небольшие куски, из которых уже невозможно установить былую конструкцию. Фрагменты щитов складывают и утрамбовывают в грузовик и отвозят в пункт приема металла. За процессом уничтожения наблюдают общественники. Контроль осуществляется администрацией района. И если на нашей территории такая ситуация происходит, то мы подключаемся и всеми нашими возможностями тоже способствуем тому, чтобы если он был убран, уже на место его снова не поставили. Благодаря управляющим районам и благодаря земельным контролем внутриградских районов у нас рейды и проезды совершаются каждый день. И, соответственно, смотрим, какие появляются новые рекламные конструкции на территории. И, соответственно, мы пересылаем в их видеопортальное благоустройство экологии. Такая организация работы, когда подключается народный контроль, наиболее эффективна. Так, бульвар по улице Старозагора, который открылся после реконструкции в прошлом году, полностью очищен от незаконной регламы. Кроме того, акулы легального рекламного бизнеса, которым мешает незаконно размещенное, и которые теперь входят в специальную комиссию, а также полиции, неравнодушные жители сообщают о фактах установки щитов. Городские власти стараются оперативно реагировать на все обращения. За последний месяц с улиц города демонтировали 120 незаконных рекламных конструкций. Все они хранятся на закрытой базе, доступ на который обязаны согласовать даже рабочие, производящие уничтожение снесенных щитов, срок хранения которых истек. Такие жесткие меры были приняты после того, как летом обнаружили, что конструкции большого формата 3 на 6 метров каким-то образом вновь появлялись на улицах города. Сейчас сотрудничество с недобросовестной подрядной организацией разорвано, а вся информация направлена правоохранителям. Сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии проводят инвентаризацию и незаконные рекламы на самарских улицах каждые два дня. Динамика есть, общее количество щитов уменьшается, но и новые появляются. Правда, счет их измеряется в единицах, не десятками, как раньше. При нынешних показателях это нормально. То есть главное, мы пока переломили ход событий и тенденцию поменяли. То есть не 20 возвращается, а 3-5. Да, с этим нужно бороться, никто не спорит. Составляются новые предписания, будут заключаться новые контракты. В планах на демонтаж еще порядка 60 самовольно установленных конструкций. Особое внимание будет уделено Куйбышевскому району. Андрей Горгуленко, Марина Матвейшина, Максим Гузев, Константин Головин. События.